Российские чиновники начинают отказываться от использования зарубежных сервисов Zoom, Webex и WhatsApp. Правительство Российской Федерации порекомендовало перейти на российские аналоги приложений. Это корпоративный мессенджер от ВКонтакте и TrueConf. С чем связан переход на российские приложения? С нынешней политической ситуацией или повышением спроса на домашние сервисы? По мнению разработчиков отечественных приложений, такие инициативы все же могут способствовать росту спроса на российские сервисы видеоконференцсвязи. Однако отмечается, что список рекомендуемых продуктов должен быть гораздо шире. Спрос на российские аналоги зарубежных приложений повысился сразу же, когда вообще в принципе был разговор про импортозамещение. Потому что если мы говорим про линейку отечественных продуктов, то она должна соответствовать тем задачам, которые решаются. А, собственно говоря, задачи, которые решаются в организациях, они какими были, такими остались. И даже с каждым годом они усложняются. Поэтому спрос всегда есть. Мы знаем, что, например, в ряде организаций были внутренние распоряжения о переходе, например, с Google на Яндекс, браузеры или использование определенных почт. Поэтому стоит понимать, что это поручение, оно несет в себе интегральные задачи. Отказаться от иностранных мессенджеров для рабочих переписок чиновникам как в регионах, так и в федеральных органах власти 1 июня поручил вице-премьера Дмитрий Чернышенко. Ответственным назначена Минцифра, которая рекомендовала чиновникам перевести рабочую переписку в разработанный ВК-сервис для госслужащих. К слову, это не первая попытка власти принудить государственных служащих переходить на отечественные мессенджеры и средства видеоконференцсвязи. Летом 2021 года в госпрограмме «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий» содержались рекомендации учителям школ и преподавателям вузов, согласно которым те должны были общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов. Полный отказ от зарубежных приложений связи, не только для чиновников, для простых граждан, я думаю, что невозможен. Единственное, наверное, если только какой-то из средств связи будет признан связанным с терроризмом или экстремизмом, как мы знаем, это произошло с одной из компаний, чьи соцсети у нас заблокированы, но даже в этом случае, как вы знаете, прокуратура давала разъяснение о том, что граждане не будут привлекаться к ответственности за использование тех социальных сетей. Сложившаяся ситуация пока неоднозначна, однако в процессе анализа назревает вопрос, не усугубится ли положение и не станет ли отказ от зарубежных сервисов обязательным не только для чиновников, но и для рядовых граждан страны. Остается ждать и надеяться, что россиянам в ближайшее время не придется менять свой привычный образ жизни на 180 градусов. Карина Саяхова, Универньюс.